Через 7 лет после Ереси Хоруса, в избежании новой гражданской войны галактических масштабов, легионы космодесанта реорганизованы в ордена. Событие названо вторым основанием, однако оно не было последним. За всю историю Астартес насчитывается 27 оснований, причем 21 считается проклятым. К нему относится Орден Плакальщиков, единственный, кто излечился от генетического изъяна кровавых ангелов почти полностью. Однако череда неудач привела их не под те знамена в Бадабской войне, а потом и вовсе впасть тираницкого флота Улья. А теперь, в 41-м тысячелетии, в галактике едва ли наберется три полноценные роты Плакальщиков. Чем же Орден заслужил репутацию проклятых и почему их сторонятся братья? Дата начала опытов с геносеменем 9-го доподлинно неизвестна, но архивы Механикум красноречиво рассказывают о редких проявлениях черной ярости и кровавой жажды у Плакальщиков. Орден стал жертвой иного дефекта. Братья по оружию отмечали крайнюю замкнутость, угрюмость и меланхоличность, которая со временем только усиливалась. Поговаривали, что они тяжелее других огорчены гибелью Примарха, и горечь с годами пускает корни глубже в душах. За ними следуют неудачи, победы достаются ценой огромных потерь, и Орден не раз оказывался на грани полного уничтожения. Пусть Астартес имеют внушительный список побед, их избегают собратья, несмотря на преданность Империуму. Плакальщики придерживаются Кодекса Астартес, и их численность составляет 10 род по 100 космодесантников. Доспехи окрашены в золотистый цвет с черно-белой шахматной доской на плече, в центре которой красное сердце со слезой. Из-за отсутствия родного мира Орден набирает рекрутов с феодальных планет и отдаленных колоний по пути следования. Магистром является Малаким Форос, прозванный Повелителем Разрушения и Смотрителем Глубин. Черная ярость проявляется у него чаще, но с помощью пси-способностей и железной воли он возвращается в стабильное состояние, однако признает, что с каждым приступом теряет частицу себя. В бою он излучает ауру, которая наполняет сердца врагов отчаянием, а души братьев несокрушимой уверенностью. Одна из величайших неудач постигла плакальщиков во время девятого черного крестового похода, когда силы хаоса вторглись на Карилию. Высшие лорды Терры отозвали Орден из крестового похода, чтобы сосредоточить силы на еретиках из ока ужаса. Суеверные мортификаторы отказались биться плечом к плечу с братьями и покинули планету, опасаясь стать такими же проклятыми. Плакальщики самостоятельно сдерживали натиск Черного легиона целых шесть недель, пока не прибыли ультрамарины и белые шрамы. После освобождения Карилии уцелевшие 200 плакальщиков скрылись в Варпе и долгое время считались потерянными, пока не появились на окраине системы СОЛ спустя столетия. В 41-м тысячелетии Орден участвовал в Каринфском крестовом походе. Плакальщики не забыли, как ультрамарины пришли на помощь во время обороны Карилии, потому отправили отряд из 300 воинов на боевой барже «Дочь-Бурь» и несколько абордажных крейсеров на помощь Калгару в сектор Харадон. Военные операции совместно с ультрамаринами, Орденом Серебряных Черепов, Ангелами Освобождения и Косами Императора ослабили влияние зеленокожих и остановили вторжение орочьего вождя Арглука на 30 тыранских лет. Переломным моментом для плакальщиков стало освобождение планеты Бойня-3. Для обеспечения орков полезными ископаемыми в шахтах этого мира были заперты 3 миллиона человеческих рабов. Их судьба не оставила Астарта с равнодушными, и вскоре орбитальные оборонительные платформы зеленокожих были атакованы. Калгар неохотно дал добро на операцию и отказался от дальнейшего участия, но сынов Сангвиния это не остановило. Воспрявшие духом пленники поддержали освободителей и помогли захватить планету. Однако перед отпрысками Сангвиниев стала новая задача – как-то эвакуировать людей. Астартес из других орденов давно прошли бы мимо этих шахтеров, но не плакальщики. Техно-десантники принялись чинить захваченные баржи, чтобы включить в арб-переход и спасти хоть немного гражданских, но шансы на успешный исход таяли с каждой минутой, ведь на границе солнечной системы собирались орочи и флотилии. Не желая бросать пленников и не имея возможности их спасти, плакальщики решили сражаться. Менее двухсот боевых братьев с одной баржей дали бой Орде. В разгар сражения массово проявились приступы черной ярости, но это не сломило дух бойцов и намерение стоять до последнего. Внезапно дочь Бурь получила сигнал сбойни-3. Выжившие рабы приняли настолько сложное решение, что командиры плакальщиков не поверили услышанному. Гражданские попросили даровать им милость императора, чтобы погибнуть свободными, а не в рабстве у ксеносов. К системе двигался второй флот Орков, потому плакальщики колебались недолго. Сотни сейсмических зарядов за считанные минуты превратили планету в гигантскую гробницу, похоронив 3 миллиона рабов в шахтах. Дочь Бурь и горстка транспортников покинули систему через Варп-переход. В живых остались около сотни Астартес и менее десятой доли людей. В имперских архивах отмечено, что совместные действия орденов космодесанта замедлили наращивание Орочевого Ах в системе Харадон, а разрушение Бойни-3 привело к войне за ресурсы между кланами зеленокожих. Марнеус Калгар даровал плакальщикам железный орел, однако те не приняли награду. Не смогли забыть павших братьев и огромное число погибших шахтеров. Ультрамарины сочли поступок оскорблением. Это породило еще больше слухов о репутации плакальщиков. К концу 41-го тысячелетия Орден восстановил численность и отправился к границам Мальстрёма в помощь астральным когтям. Люфт-Гурон давно был озабочен бездействиями лордов Терры в вопросах пополнения численности Астартес, охраняющих границы Империума от вторжения ксеносов, еретиков и сил Хаоса. В отчаянии он нарушил кодекс Астартес и начал незаконное клонирование Геносемени. Вместе с числом астральных когтей росли и их владения. Неизвестно, стал ли он отступником до прибытия плакальщиков или после, но они быстро подружились, ведь Гурон относился к союзникам с уважением и не отказывал в оружии, технике и неоднократно поддерживал в ряде военных компаний. Со временем лорды Терры начали задаваться вопросом, почему миры в окрестностях Бадаба задерживают десятину, а астральные когти не предоставляют марсианскому техножречеству образцы Геносемени. За ответами направился малый экспедиционный флот Адептус Механикус, но его уничтожили на подступах к системе. Когти преподнесли союзникам этот инцидент, как попытку коррумпированных чиновников прибрать к рукам автономию Астартес вблизи Мальстрёма. Так началась Бадабская война. На тот момент численность плакальщиков достигла 800 Астартес, но они преуспели в мастерстве пустотных боев и были силой, с которой следовало считаться. В ходе ряда разведывательных операций было выявлено, что Орден действует в южном регионе Бадаба и специализируется на устранении исключительно военных целей, в то время как астральные когти сосредоточились на защите ключевых владений Гурона. Минотавры обнаружили флагман Матер Лакримарум вблизи Аптера-5 и немедленно атаковали отступников. Численный перевес был не на стороне плакальщиков, потому они сдались и были заточены в орбитальную тюрьму вблизи мира Саган-2 до конца войны. А корабль с геносеменем захвачен. Однако контингент Орденов 100 космодесантников действовал в разных регионах. После Бадабской ереси астральные когти были объявлены предателями. Плакальщикам же дали шанс исправиться и назначили наказание в виде 100-летнего крестового похода покаяния, без права восстановления численности. Захваченные Минотаврами корабли отошли им в собственность в качестве выплаты за моральный ущерб. Судьба магистра была неизвестна. Одни говорят о гибели при уничтожении баржи Дочь-Бурь на орбите Аптера-5, другие утверждают, что тот пал на поверхности планеты, третьи твердят, что Малаким-Форос пережил войну и отправился с братьями в изгнании. Искупительный поход привел орден на подмогу косам императора прямо в пасть флота Улья Кракен, который наступал на империум в 992 году 41-го тысячелетия фронтом шириной в тысячу световых лет. Плакальщики сражались до последнего солдата, чтобы помочь гражданским эвакуироваться. Имперские историки и хронотехи сумели воссоздать фрагмент сражения на планете Малвалеон. Светолинзы брата-сержанта Янора затемнились. Аппарель десантной капсулы упала на землю, и тесное помещение затопило светом. Как только гидравлические зажимы ослабли, Янор бросился в битву. Вокруг него космодесантники-плакальщики вырывались из своих десантных капсул в водоворот тиранитского роя. Вверху крылатые силуэты затмили солнце, и Янор понял, что Мальвалеон обречен. Пусть так. Он все же врезался во врага, активируя энергетическое поле силового кулака и разнося на куски ненавистных захватчиков. Янор подряд сразил дюжину врагов, сокрушив череп термоганта в брызги пурпурного ихора, оторвав голову Равенера и погрузив кулак глубоко в грудь воина-тиранида, пока тварь не взорвалась фонтаном крови. Везде, куда бы он ни глянул, плакальщики взимали ужасную дань с ксеносов. Сотни чужаков взрывались от болтерных снарядов, сжигались плазменными зарядами и разрывались в лохмотье цепными мечами. И, тем не менее, оставались еще тысячи, и космодесантники неохотно отступали к капсулам шаг за шагом. Янор краем глаза увидел Зоантропа, вплывающего в его поле зрения. Парящий сверхъестественный чужак посылал сияющие лучи чистой псиэнергии в шеренги братьев-сержанта. Рванув вперед, Янор поднял силовой кулак, чтобы прикончить тварь. Как только он оказался возле Зоантропа, в варп-поле ксеноса начало его отталкивать, как будто космодесантник пытался бежать под водой. Мучительно медленно Янор тянулся силовым кулаком, расставив пальцы и готовясь схватить чужака. В это время тварь повернулась, и ослепительно белая энергия сконцентрировалась вокруг ее открытого мозга, пока она вызывала варп-заряд. Отказываясь поверить, что пришел его последний час, Янор с безмолвным боевым криком на устах обхватил голову ксеноса перчаткой. Время вновь ускорилось, как только силовой кулак превратил мозги Зоантропа в облако мяса и крови. Мерзкие остатки забрызгали силовой доспех Янора. Остановившись перевести дыхание, сержант Плакальщиков отвел взгляд от тела Тиранида и посмотрел на поле боя. К его смятению осталась лишь горстка космодесантников, спиной к спине сражавшихся со все возрастающим числом чуждых уродов. С молитвой императору Янор снова поднял силовой кулак и кинулся в гущу врагов. Безумие сопровождало щупальца Кракена повсеместно. Население мира Ларнарна подверглось влиянию апокалиптического культа. Жители позволили ксеносам поглотить себя без сопротивления. Вольный торговец принес рассказ о гигантском монастыре-астероиде Салем, где монахи-экклезиархии отравили себя и экосистему, чтобы не позволить великому пожирателю поглотить все. Тем временем, братья-космодесантники из Плакальщиков и Кос Императора вели ожесточенные бои на Малвалеоне, поверхности мира Мирал, а наиболее отчаянные проникали в биокорабли ксеносов и подрывали изнутри. Битвы шли, пока последний звездолет с беженцами не покинул орбитальные верфи. Орден заплатил высокую цену, и уже к концу Второй Тиранитской войны их было меньше четырех сотен. Но в 999 году 41-го тысячелетия численность возросла за счет космодесантников Примарис. Плакальщики по сей день верны Империуму и Кодексу Астартес. На 100% они не излечились от генетического изъяна, потому апотекарии следят за душевным состоянием и физическим здоровьем братьев. Сумеют ли отпрыски сангвини излечиться от черной ярости и кровавой жажды, покажет лишь время. Несмотря на репутацию, они герои. А герои нужны человечеству, ведь без них шансы Империума на выживание приближаются к нулю. Скорей подписывайтесь на наш сайт, где вы найдете более 900 былинных сказов, больше тысячи репортов и массу хоббийных обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok